Пушкинский день в России, день русского языка, вместе с кандидатом филологических наук Мария Сергеевна Берендеева. Еще раз доброе утро. Немножко мы не закончили программу Пушкинских дней в НГУ. Осталось еще сказать о выставке. Пожалуйста. Да, конечно. Все эти дни, с 6 по 8 июня, у нас в университете, в музее истории НГУ, будет работать выставка иллюстраций к произведениям Пушкина. То есть можно не только послушать рассказы о Пушкине и о роли Пушкина в нашей культуре, но также и посмотреть на иллюстрации знаменитых художников сказкам Пушкина. Приходите на все наши мероприятия. Вход свободный для всех. Вход свободный для всех. Спасибо большое. Давайте переходите к основной теме нашего интервью. И его влияние Пушкина на наш современный русский язык все-таки было довольно давно. Как показывает наш опрос в группе ВКонтакте, какая-то часть все равно предпочитает современный сленг. Так вот, что все-таки в современный язык принес Пушкин? Замечательный вопрос. Всегда все говорят о том, что Пушкин это основоположник современного литературного, 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 это очень важно, языка. Но что же за этим скрывается? На самом деле Пушкин, конечно, знаковая фигура в истории и русского языка, русской культуры и мировой культуры. Примерно так же, как и Данте для итальянского языка, итальянской культуры, как Гёте для немецкого языка. Вот примерно такова же роль Пушкина в истории русского языка. Пушкин, разумеется, не сотворил язык с нуля. Нет, он не садился, не брал в листочек бумаги перо и не сочинял русские слова заново. Нет, у него всё было для того, чтобы работать с русским языком. Его задача была другая. Определить, как следует выбирать слова в литературе. То есть, какими должны быть критерии выбора средств в литературном языке. То есть после него, наверное, появились просторечия, отделились в какой-то более другой... На самом деле ситуация была очень сложной ещё до Пушкина. То есть до, вот к тому моменту, как Пушкин начал активно творить, фактически была высокая разновидность языка. Были церковнославянизмы, старославянизмы. И многие, особенно консерваторы, такие как Адмирал Шишков, возможно, кому-то знакомое имя этого общественного деятеля, утверждали, что русский язык не должен ничего заимствовать, не должен развиваться. Практически он должен сохранять вот эту консервативную основу. Но, с другой стороны, были и заимствования, и была разговорная, вот эта стихийная, народная разговорная форма языка. И между ними практически не существовало какого-то контакта в литературе. Не было понятно, как различные слова различных языковых форм сочетать в одном произведении, в одной строчке, и возможно ли это вообще. Так, например, всем, наверное, знакомая, по крайней мере, формально по названию, так называемая система трёх штилей Ломоносова, была достаточно консервативной, и она разделяла все средства, которые в русском языке, в принципе, были, но не рассматривала, как можно их сочетать. То есть, предполагалось, скажем, в системе Ломоносова предполагалось, что все произведения, такие как «Трагедия», к примеру, как «О, да, да», должны писаться высоким штилем, а вот что-то более такое простое можно писать средним, а в обыденных письмах дружеских или в комедии, более низкий жанр, там уже рекомендуется пользоваться, можно прибегать и к низкому. Но, получается, об одном и том же можно сказать по-разному, разными стилями. Но тогда возникает вопрос, а где, есть ли точки пересечения? Какие, что же, какие слова стоит выбирать, если мы хотим создать какой-то особый эффект в литературном произведении? Можно ли где-то их соединять? И вот на это ответ даёт Пушкин. И на самом деле Пушкин работает со всеми источниками, которые, в принципе, тогда у него могли быть. Он знаком и с церковно-славянской культурой, он знаком и с различными произведениями высокого стиля, он хорошо знаком и с разговорной народной речью. И Пушкин объединяет их. То есть он создаёт единую литературную форму языка. Не две различные формы, а вот эту самую единицу. Процитируйте каким-нибудь примером. Чем можно это проиллюстрировать? Например, всем нам знакомая зима, крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь. Торжествовать. Высокий, высокого стиля глагол. Но в то же время рядом дровни. Вот это совершенно обиходное слово, которое ранее до Пушкина не могло стоять с таким глаголом, как торжествовать, в одном контексте. Пушкин делает это возможным. Нам сейчас это кажется абсолютно нормальным. Мы понимаем, что здесь есть определённое настроение, определённый пафос. Мы понимаем, что глагол торжествовать это настроение создаёт. Но для нас это нормально. До Пушкина такое было немыслимо. И самого Пушкина, в частности, в критических статьях обвиняли. В частности, в том, что вот в этих строчках у него слова несопоставимые, несоединимые, всё-таки соединяются. Но вот Пушкин делает это возможным. Но тем не менее, большинство современников всё равно признавали его как авторитетного человека. Да, конечно. И показывали ему свои произведения, ходили за советом и уважали его. Почему? Думаете, за счёт того, что всё-таки большинство творческих людей у его современников были молодыми и готовыми к таким переменам? Действительно, то, что Пушкин, великий поэт, величайший поэт, стало понятно уже при его жизни. Но критики всё равно было много. Понятно, что критики много. И всегда великие, гениальные люди, всегда их произведения подвергаются критике. Достаточно жёстко иногда критике. Критика следует за какими-то новшествами. Вот в частности, вот это новшество Пушкина. Но вообще было сразу понятно, что вот эта речь, которая пользуется Пушкин в своих произведениях, действительно живая. То есть это не какое-то искусственно стилизованное нечто в высоком стиле. Нет. Эта речь живая, она общепонятна. И при этом она может передать любые тончайшие оттенки смысла. Так именно за счёт сочетаний слов в нужных контекстах можно эти оттенки смысл передать. Мария Сергеевна, у нас время поджимает немного, остаётся пару минут. Можем ли мы поговорить о том, на какие другие сферы культуры Пушкин повлиял, кроме языка? И в чём это проявилось? Конечно, повлиял на всю русскую культуру, это несомненно. И до сих пор сюжеты Пушкина всем нам хорошо знакомы, мы в школе их учим, мы обращаемся к ним постоянно. Кстати, я бы обратила ещё внимание всех на то, что Пушкин оставил образцы, образцы текстов практически...